У нас начинается противостояние селек дивизиона, встречаются команды АИМ и команда Бруклин. Немножечко позже ознакомим вас с стартовыми составами команд, сейчас подготовительные процедуры к началу матча. Секунды на секунды прозвучит стартовый свисток в начале этого поединка. Напоминаю то, что прошлый поединок у нас встречались представители бронз-дивизиона, Евробиз обыграл команду Эклипс со счетом 8-2, а тем временем АИМ сыграет с командой Бруклин. И давайте начнем по традиции. С гостей Бруклин, номер 99-й Игорь Воловьев, 8-й Александр Галуша, вратарь Богдан Гедник, 7-й Евгений Лапский, 10-й Александр Пшеничный, 9-й капитан команды Алексей Станько и номер 27-й Дмитрий Юркон. Команда АИМ, как обычно, прибыла в убедительном составе. У ребят, как всегда, три четверки я уже вижу, возможно, даже больше людей, если видно, что ребята серьезно подходят к селект-дивизиону. С турнирным положением команды. Я знакомлю вас немножко позже. Давайте сначала о составе команды АИМ. Номер 77-й Олег Вильченко, 101-й Александр Лисюк, 13-й Виталий Андрощук, 2-й Евгений Задорожный, 19-й Олег Конопадский, 11-й Владислав Путь. Нарушение правил, первый командный фолл. Первый командный фолл УАИМ и штрафной удар уже будет выполнять коллектив Бруклин. Длинная передача, Алексей Станько зацепился за этот мяч. Удар от Воловьева и уже первый угловой удар у нас будет в исполнении Желтых. Так вот, дальше. 19-й Олег Конопадский, 11-й Владислав Куть, 14-й Ярослав Николайзин, 55-й Александр Савчук, 7-й Роман Снегур, 1-й Александр Шамдан, 10-й Юрий Щирин, 9-й Юрий Ющик, 99-й Митюн Дмитрий, 0-10-й. Слесарев Никита без номера Даниил Кулик. Снегур с мячом. Надал передачу нашего партнера. Видно, что добавили действительно АИМ в движении, прострел или удар. И неплохо действовал в этой ситуации. Никита Слесарев, Пшеничный, Воловьев. Без нарушения правил. Пытались отобрать на мяч. Ау, для Бруклин. Напомню то, что в первом туре второго круга Бруклин одержал победу с учетом 4-2 над Немишем. АИМ. У нас игру пропускал. И вот сейчас ребята проводят свою первую игру. Во втором круге Юрий Щирин на опережение. Здорово сыграл Юрко. Не позволит Щирину завладеть мячом. Удар. Диноль. Третья минута. Никита Слесарев у нас открывает счет в поединке. Третий. На третьей минуте матча. АИМ уже впереди. Бруклин уже вынужден отыгрываться. Воловьев. Воловьев пробивает точно в руки. Воротарю АИМ. Неплохая задумка передачи, но до адресатор у нас не дошел. Желтые. Бруклин разыграет у нас и катал пшеничный. Юрко. Штанько. Штанько пытался пробовать. Наход угловой удар. Еще один для Бруклина Алексей Штанько. Его и будет разыгрывать. Прострел. Игорь Воловьев у нас пробивал в этой ситуации, но не точно. Куть. Передача назад. В середину. Ооо. Челтые. Ребята, не трогай меня. Не точный пас следует от пшеничного АИМ. Будет разыгрывать аут на своей половине поля. Внутри метит. Юрко. Хорошая позиция будет. Хороший момент у Бруклина, чтобы сравнять что в поединке. Грамотно расположились с мячом. Съели, съели. Съели, съели. Этот момент мог бы стать фатальным. Слава Богу, чтобы все закончилось хорошо. И достает у нас мяч. И Бруклин практически возле своего углового флажка. Уже разыграли аут. Юрко. А Воловьёва. Воловьёв, который является лидером своей команды. Особо пристально за ним нужно смотреть. Поскольку вот так вот легко нож может убежать. От одного своего оппонента удар, рикошет. Мяч достаточно легко достается в руки Александру Шамдану. Запомнился мне Шамдан в игре с «Джениус маркетингом». Очень здорово, что там настоял. Кучу моментов, кучу ударов от пухты. Сам отбивал. Действительно воротарь стоящий. И пробить его Штанько. И компании будет не очень. Просто... Рядом, рядом. Воловьёв. 2 в 1 выход от Бруклина. Воловьёв Штанько не забивает. Алексей Штанько. И у нас повреждения. Чуть видно бывает в камере. И Александр Шамдан у нас, слава богу, не получил повреждения. Вот так вот активно начали обе команды. И... 19 номер. Команды АИМ. Олег Конопадский. Пшеничный. Пшеничный под прессингом от своих оппонентов. Воловьёв. Против него Васильевич. Нарушение правил. Первый команд... Второй командный фол для АИМ. Товарищ судебник. Стенка Васильевич. Стенка Васильевич. Стенка Васильевич. Пока тебя ты будешь встречать. Всё, оставим полнота. Дмитрий Юрко у нас будет выполнять этот штрафной удар. Пробивает. И... Александр Шамдан. Выручает свою команду на этот раз. Хороший момент, хороший удар. Алл для Бруклина. Алл для Бруклина. Воловьёв, покидает наши пределы поля, и Виталий Андрощук разыграл этот аут. Юрко, Воловьёв, Алексей Штанько у нас сохраняет мяч, нужна помощь партнёров, сзади расположились Юрко и Пшеничный, но нужно было подключаться, безусловно, к атаке, очень тяжело было. В этом матче и вот впервые у нас на поле в этом поединке появляется Евгений Лапский, Николай Зен, Кулика, Кулик, назад на Савчука, Савчук с мячом и аут для АИН, Савчук отдал на Андрощука, Андрощук назад, Кулик. Андрощук, Воловьёв, пробивает Воловьёв Шамдан на месте, но пока что 100% ударов. Компонентов Александр Шамстан отбил активно вступил в отбор. Александр Пшеничный, длинная передача! И вот сейчас совсем уследует неточная передача, мяч покидает, пределы поля. Жёлтый аут. Вольёв, передача назад на Дмитрия Юрка. Юрко, Шамдан Юрко. Ну прибавили, честно говоря, вот со стороны прибавили Бруклин в плане движения, в плане... Жёлтый. Неправильный. Розыгрыш аута. Мяч переходит в команде Бруклин. Шамдан Юрко. Шамдан Юрко. Мещается под правую ногу. Пробил Ярослав Николайзен. Не точно. А у нас тем временем до конца первого тайма остаётся 10 минут. Экватор первой половины встречи. И счёт 1-0 в пользу команды АИМ. Напоминаю. Никита Слесарев у нас забил пока что единственный мяч. И вот сейчас чуть ли не удвоили преимущество АИН 100 индустриального маркетинга. Натали! Николай Зен.. Николай Зен не обыграл Зятника в этой ситуации. Получает повреждение. Богдан Зятник, что он у нас. Да. Прямо, не надо, мне там пока не отдал. Да. Возобновляется у нас встреча, Богдан Зедник сможет продолжить поединок, и это нас безусловно радует. Лапский пробрасывает, здорово, Евгений Лапский прострел в направлении дальней штанги, Шамдан прочитал этот замысел, и может быть контратака АИМ, нет, подтормаживается атака, 4-4 будет, позиционное движение от АИМ. Здорово как разыграли, АИМ и чуть ли не реализовали этот момент. Зедник на Юрко, Юрко. Пшеничный, длинная передача от пшеничного, не хочет, надавал анимсатор пшеничный. Граждане! Слесарев, передача на Щирина, Щирин. Снегур на Слесарева, Слесарев смещается под правую ногу, отдает передачу. Снегур, хорошая передача на Щирина, Щирин, Щирин, игра рукой и 6-метровый удар у нас будет. 6-метровый удар у нас в этом поединке. И Юрий Щирин. Юрий Щирин у нас будет выполнять 6-метровый удар в ворота Богдана Зедника. Щирин. Удар и счет становится 2-0 в пользу команды АИМ. На 12-й минуте встречи Юрий Щирин удвоил преимущество своего коллектива. С 6-метрового удара Евгений Лапский у нас сыграл рукой в этом эпизоде. И два мяча преимущества уже есть у АИМ, но задача у Бруклина постепенно усложняется. Слесарев. Слесарев. И точная передача. Воловьев. Контратака 2-2 от Бруклина. Легко обыграл Воловьев двоих. Отдал на Штанька. И Слесарев. Браво, браво, Слесарев. Воловьев прострел в дальнюю. Юрко по скате пытался замкнуть эту передачу. Контратака. АИМ, Снегур. Средину Снегур. Штанько катится и чисто играет. В этом эпизоде Алексей Штаньков. Угловой удар будет для АИМ. Снегур катил. Штанько опять в подкате играет. Чисто. Но так можно и докатиться. Воловьев. Воловьев с мячом на Юрко. Юрко на Пшеничного. Не точная передача Александра Пшеничного. Смена у АИМ. Вторая номинальная четверка появляется у команды. АИМ уже 2 секунды из стекла. Вбери, иначе Александр Даршамдаун. Потому что заиграл этот аут. Но партнерами не точная передача. Маловислава Куця. Юрко. Воловьев. Нужно пробивать. Удар. Алексей Штанько пробивает. Мимо ворот Александра Штанько. Работай вперед. Куц. Один. Давай, Адварь! Нажимай! 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 Это разумение у нас вышло между Пшеничным и Зетником. Главный удар будут разыгрывать маркетологи. Затем вынимай! Вынимай! Нажимай! Аут! Отпусти! Тихо опускай! Вадик, это опускай! Восторг-меся. Нарушение правил штрафной удар. Третий командный фолк. Третий фолл у Аима. По свистку будет разыгрывать штрафный удар. Турко отдал на пшеничного. Ну так нельзя отдавать. Ну, действительно, так скажем, травмоопасная передача от Юрко. Саня, ниже, он не нужен, Саня. Линию держит. Вот, ниже в линию, ниже в линию. Все, пойдешь с него. Штанько. Штанько в одно касание здорово, но достает Штанько все-таки этот мяч. Штанько сразу же вступает в отборную половину соперника. Угловой удар будет для Бруклина. Турко пробивает выше ворот. Турко до конца первой половины встречи. Тем временем у нас остается 5 минут. 5 минут, 5 минут. Это много или мало. Вспоминаю счет 2-0 в пользу АИМ. И Бруклину срочно нужно что-то предпринимать. Предпринимать в плане забитых мячей, поскольку, я думаю, что будут увеличивать преимущество у нас АИМ постепенно в этом матче. И фиксирует арбитр нарушение правил на капитане команде Бруклина Алексей Штанько активно апеллировал. Куть. Юрко здорово сыграл корпусом в этой ситуации. Мяч покидает пределы поля от капитана команды Бруклин. И когда сейчас в середину не точно, Воловьев здорово сыграл. Внима, Владик есть у тебя. Всегда Владик есть. Попробуй на передачу. Юрко. Шумичный. Воловьев. Воловьев. Да хватит уже заебал. Граем, граем, граем. Има, хорошо, хорошо, граем. Красные. Стоп, стоп, стоп. Ваня, Ваня, сюда, Ваня. Олег Конопадский не принимает у нас в этом эпизоде мяч Олег Конопадский. Юрко развивает атаку своей команды со своей половины поля. Воловьев. Изменимый Воловьев. Трудно представить, чтобы делала команда без него. Действительно, самая, наверное, яркая персона у нас в этой команде, поскольку он завязывает шнурки, это сильно. Удар по ноге Игорь Воловьев. Удар по воротам, мимо ворот. Удар по воротам, угловой, угловой, внимательно. Пробил эту ситуацию, но было касание игрока. Данил, на удар. На удар, Данил. Пробегай. Передача на Николайза, на Николайза. Удар еще один для маркетолога. Саня, вторым номером, Саня. Подкать играет Алексей Штенков, контратака команды Бруклин. Нарушение правил, четвертый командный фолл и тайм-аут для коллектива Бруклин. Полторы минуты до конца. Так, блядь, ну он фолист, блядь, он стоит, смотрит просто футбол. Ну что, я сейчас затрю, я кого-то вырву ноги, блядь, и все. Проферби приходит в ноги, я не буду халать. Смотрите, мне играет меж, я не касался. Так куда я его битья, блядь, вас слепостит? Ну ладно, все, все, все. Все, все, все. Смотри, сейчас заберу коллазу, все, и будет. Все, все. Так нахуй этот тир, блядь. Данил. 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 возобновляется у нас встреча после тайм-аута тайм-аут для команды бруклин я так понимаю этого тайм-аута было успокоить свои эмоции 4 фала у аим у бруклина один юрко пушеничный пытался обыграть николай за на не получилось вовремя выбрал позицию четырнадцатый номер команды аим к пробивает мимо ворот и минута 10 секунд до конца первой 20 минутки оловьев я николай за перехватил мяч николай зэн что там там движение движение джон джон николай зэн Не точный длинный пас у нас от Шамдана. Отворот. Зедник разыграл мяч со своими партнерами. Юрко. Юрко. Воловьев. Воловьев пробивает Шамдан. Намертво забирает мяч в руки. И Андрасьук может начать от двух последних атак в первом тайме. Видная передача. Юрко выбивает мяч. Николайзен первый на подборе. Обыграл. Николайзен прострел в дальнюю. Юрко первый на этом мяче. И вот она возможность для Бруклина. А вот будет разыгрывать Айн. И вот и шуток. А в окончании первой половины встречи 2-0 в пользу команды Айн.